Я сейчас выступлю последующие проблемы, интересы, право и спецоперация по денацификации. Интересы – это, по крайней мере, всем известное слово, но я на этом остановлюсь отдельно, потому что оно имеет свое определение и является достаточно строгим понятием. Право – тут много самых разнообразных аспектов, какое право, чьё право, как его рассматривать. А денацификация тоже требует того, чтобы это мы раскрыли, потому что оно как бы объявлено, записано, вот проводится сейчас, в данный момент, операция по денацификации. А что такое нацификация? Нацификация – это от слова «нацисты», освобождения от нацизма и нацистов. А кто такие нацисты? Нацисты – это фашисты. Какие фашисты? Фашисты, которые увязывают свой фашизм обязательно с какой-то нацией. Вот если не увязывают с нацией, то это не нацисты. Например, итальянские фашисты – не нацисты. И я думаю, что фашисты, которые были в Чили после того, как там развязался фашистский террор, и убили Альенда, который никого не организовал из рабочих, и один там выступал с автоматом. Ну вот это он вроде как… Никто не скажет, что он оказался героем, потому что ты был президентом, ничего не сделал для того, чтобы хотя бы подготовиться к соответствующей борьбе. Если вы имеете дело с фашистами, так вы должны понимать, что с фашистами разговор не может быть только такой, чисто идейный. То же самое, хоть мы знаем, что фашизм был в Португалии, был в Испании, в Испании была война с фашизмом, но её нацизмом там не называли. Почему? Потому что там никто в Испании не говорил, что мы – испанцы, выше немцев, французов, русских и так далее. Такого не было. То есть он не был связан по существу с расизмом. А вот когда этот фашизм увязывается с какой-то нацией и говорят, что вот мы там нация самая древняя, мы от неё – это самый корень, и мы выше других, и мы, так сказать, начинаем закрывать другие языки или культуру игнорировать другую, не менее высокую. Хотя на самом деле развитая нация старается воспользоваться богатствами всех достижений культуры, которые есть на земле, и в какой бы нации или у какой бы нации такие образцы культуры не появились. Поэтому по существу речь идёт о фашизме. Теперь о каком фашизме сейчас может идти речь? Вот о том фашизме, который сформулирован в определении Димитрова, но, так сказать, только в части его. Давайте вспомним определение фашизма у Димитрова. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических. Шовинистических – это национальная ненависть. Наиболее шовинистических элементов – финансового капитала. А финансового капитала, в отличие от того, как думает обыватель, что это банковский капитал? Нет, это такой банковский, который соединился с капиталом, промышленным и подчинил себе это промышленное, то есть при господстве банковской. Вот тогда он господствует, банк уже всё знает, всё делает, всё может решать. Ему вроде как ни парламент, никакие представительные учреждения не нужны, потому что в банке всё знают про вас. И сколько у вас денег, и где они лежат, и куда они направляются. И для того, чтобы выдать кому-то ссуду, ещё и представляют, давайте дополнительные сведения. И так уже много знают, а так совсем всё знают. И всё вывернут, в том числе у достаточно богатых лиц. Поэтому, конечно, банки присутствуют в этом смысле тогда как господа положения. И вот наличие такого финансового капитала характеризует империализм. И вот поскольку мы говорим об империализме, только тогда такое явление как фашизм имеет место. Потому что зверства всякого рода были, как вы понимаете, и в древние века. И на кол сажали, и когда взбирались люди на стену, их поливали. Хорошо, если кипятком. А ещё вытапливали жир из трупов, и вот этим самым горячим жиром их поливали. Всё, что только не было, какие были зверства. Поэтому не только дело в зверствах, а дело в том, что это такая политика, которая является террористической. Какая? Что значит террористической? Это значит, что она рассчитана на запугивание населения, запугивание противника. То есть открытая террористическая диктатура. Не просто диктатура, потому что всякая власть – диктатура. Всякое государство – диктатура. То есть, может быть, в диктатуре нет никакого фашизма. Значит, буржуазная власть – это буржуазная диктатура. Если люди хотят сказать, что все, какие только есть правительства, возьмите Бельгию, хотите Испанию, хотите Францию, хотите Россию, хотите Германию, что вы сейчас получите – это всё буржуазная диктатура, диктатура буржуазии. Возьмите Китай, и вам будет диктатура пролетариата. Возьмите вы Россию в свое время как советскую, там тоже была диктатура Петриата. То есть всякая власть диктатура, но террористическая диктатура, вот это характерно для фашизма. То есть фашизм, во-первых, террористическая диктатура, во-вторых, открытая. То есть не надо никаких голосований, не надо ничего решать в парламенте, все решено. Зачем? Никаких парламентов. Все, вот фюрер решил и пошли. И из нее очень трудно выбраться потом, пока этого тюрера не найдут, не застрелит ли он сам, не повесится или не отравится, когда перед лицом того, что на него наступили. Поэтому с фашизмом бороться очень трудно. Поэтому задача, которую поставили представители российского государства, руководители российского государства, она очень сложная. Деносификация Украины. А в чем дело, они зачем ее поставили? Ну, поставили дело не потому, что они так озабочены только проблемами Украины. Они озабочены тем, что в современную эпоху и при современных средствах доставки и средствах уничтожения людей, ядерное оружие, значит, если на территории Украины будут поставлены ракеты средней данности, а все попытки так или иначе как-то это, так сказать, договориться о том, что не будут их ставить, ни к чему не привели. А их не применили, они совершенно тоже по понятным причинам. Если речь идет о фашистской террористической диктатуре, то никакие разговоры, переговоры тут не помогут. Ну, точно так же, как вот сейчас идут переговоры между российской делегацией и делегацией Украины. Ну, эти переговоры какие? Ясно, что тот, кто откажется от переговоров, будет кричать, что он вообще не хочет переговариваться, а ведут его обвинять. Поэтому, скажем, Россия согласилась. А если Украина, она попробовала не согласиться, потом подумала, ей сказали, вы чего? Ну, у вас же огня сейчас, вы что, вы тут протестуете, а вы не хотите идти на переговоры? Говорить, что мы не хотим там, а хотим вот там, не вопрос не в этом. У переговора есть переговоры. Вы если отказываетесь, ну, хорошо, это устраивает другую сторону. Значит, никто не будет, поэтому переговоры будут теперь долго продолжаться. Это как бы некоторое отражение информационное той борьбы, которая ведется. А как можно подавить террористическую диктатуру? Ну, только силой. Причем мы, если говорим о фашизме во внешней политике, в чем его особенность? Ну, вот в определении Димитрова говорится, то, что я процитировал, что это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Но это относится и к внутренним проблемам, и к внешним. Вот если этот фашизм во внешней политике, а внутри страны этого нет, тогда мы имеем вот то новое явление, которого не было в период гитлеризма. Не было такого. Оно могло появиться только тогда, когда появились такие мощные государства, которые могут себе позволить внутри государства, так сказать, чтобы у них не было никаких проблем, ну, разве что заберутся там на Капитолий. Пошумят немножко, их, так сказать, арестуют и посадят. И на этом все. А вот кого-то и пристрелят при этом. Ну, не сильно много. А вот по отношению к тому, что за пределами вот этой самой митрополии, у нас кто сейчас хозяин империалистической части мира? Соединенные Штаты Америки. Значит, Германия не может иметь вооружение по итогам Второй мировой войны, в которой главным все-таки был Советский Союз, а не Соединенные Штаты Америки и не Великобритания. Значит, Япония, которая потерпела поражение, тоже не может иметь такое современное вооружение, ядерное оружие. Поэтому вот эти крупные такие державы, передовые, в экономическом отношении, они выведены. То есть по существу единственная, так сказать, держава, которая может такую политику проводить, это Соединенные Штаты Америки. Поэтому никакого другого фашизма во внешней политике-то и нету, и быть не может на сегодняшний день. Ну и для этого надо иметь, как говорится, базы по всему миру. Например, по всему периметру России находятся американские базы, а одновременно еще и биологические лаборатории, каждая из которых говорит, что это не мы сделали ковид. Но если бы вы держали секретную лабораторию, я бы спросил, это не вы сделали, выпустили этот вирс. Не, не я. Или они размещают их в других странах и деньги дают, чтобы там разводили. Это все. И наивно думать, что они кто-нибудь скажут. Наивно думать. Мы точно не знаем. И то, я думаю, никогда, может быть, я не узнаю. Потому что есть такие вопросы, которые не выходят на поверхность и иногда умирают вместе с теми, кто их осуществляет. Во всяком случае, вот у нас на сегодняшний день во всем мире есть крупнейшая империалистическая страна, у которой нет конкурентов. И Россия, конечно, не конкурент. Если Россия была... Когда был Советский Союз, Советский Союз был на втором месте по уровню промышленного производства. На третьем месте по уровню производительности и труда. Сейчас мы, Россия, Россия на том же уровне, на котором брала царская Россия, на пятом месте. На пятом месте. Поэтому, значит, говорить всерьез, как некоторые наши дурачки, блогеры, говорят, вот ведь мы империалистическая Россия. Какая империалистическая? Какие колонии нет? Значит, а скажут, вот она в России, воюет в Сирии. За что в России воюет в Сирии? Конечно, она воюет, помогает сирийскому народу отразить атаку на его существование. Почему эта атака на существование? Ну, потому что рядом вот Ливию уничтожили, прилетели, сказали, что у нас будет небо для вас открытое, для нас открытое, для вас за всех остальных закрытое. Прилетели, все разбомбили и разорвали. Цветущее буржуазное государство, цветущее, в котором народу кое-что перепадало. То есть, пожалуйста, там было образование бесплатное, там молодоженам давали квартиры сразу и так далее. И тут вдруг раз-два и разорвали на части этого самого президента. И где эта Ливия? Ее уничтожили. Но это бывает не каждую минуту, а что еще было до этого? А до этого был Ирак. И что там какую-то пробелку показывали, что якобы там какое-то там оружие нашли в Ираке, какое-то химическое. Потом оказались, что... Все уже, так сказать, доказали, что это туфта, что это выдумка. Ну, какой-то предлог же нужно для того, чтобы начинать операцию. Вот этот предлог был такой. Пришли законно избранного президента. Кто-то из присутствующих любил Насара, что ли? То есть, простите, этого Саддама Хусейна. Никто этого Саддама Хусейна особенно и не любил. Но он избран был в Ираке президентом. Причем в том порядке, в какой установлен в буржуазных странах, в буржуазно-земократических. Их поставили на голосование, и он избран. И что сделали? Да повесили его. И сняли на мобильный телефон. А тут внук как раз. Его застрелили тут из пистолета. А перед этим что было? А Югославия, которая сражалась с фашизмом? У нас в Европе немного таких было стран, которые сражались с фашизмом. Чехословакия делала танки. Они делали башни для тигров и так далее. В Венгрии тоже сражались. Венгерские части были на Восточном фронте. Болгария сначала сражалась вместе с Германией против Советского Союза. А когда Советский Союз стал побеждать, она, соответственно, объявила войну Германии и стала сражаться вместе с Советским Союзом. Потому что надо уже, когда вы приходите к делению пирогаток, надо знать, на какой стороне находить. Если Лазарев побеждает, надо дружить с Лазаревым. Ну, а если Степан Степанович, Степан Степанович, как у вас перспектива есть, тогда надо с вами служить. Правильно? Дружить. То есть мы это видели. Где эта вся Европа? Франция, которая имела там линию женой, очень ей гордилась. Она говорит, у нас открытый город, заходите. И туда заходили немцы. И вот там маленькие подразделения летчиков у нас были созданы на нашей территории, где патриотически настроенные французы сражались. Нигде Армандия, Неман. Но это же не армия Франции. А Франция, так сказать, она особенно... Зато, когда дело пошло о дележе пирога, тут как тут была Франция, она уже не только стройка, она четверка уже у нас была, и Франция участвовала. В деле же послевоенного мира. Поэтому надо хотя бы оценить ситуацию на сегодняшний день. На сегодняшний день у нас один субъект фашизма во внешней политике, Соединённых Штатах Америки. В чём его задача? Его задача состоит в том, чтобы... В Европе нет никаких, так сказать, в Европе западной. Нет ни одного государства, которое может в чём-то противостоять Соединённым Штатам Америки. Они решают, где какое вооружение поставить, и где, в каком плане, и как кого использовать. Сказали отделиться Англией от ЕС. Англия отделилась от ЕС. Ну и что, выиграла Англия? Она была мощной, так сказать, Европейский Союз. Без Англии он, конечно, ослаб. А Англия тоже одна без Европейского Союза. Что она может конкурировать с Соединёнными Штатами Америки? Вот она собачкой теперь стала у Соединённых Штатов Америки. Она, как говорится, получает задание, с чем выступать, против чего выступать и что говорить. Кто-то может что-то пикнуть. Что сделали с Югославией? Югославия сражалась против фашизма, в отличие от других государств. Прилетели, разбомбили, заодно разбомбили китайское посольство. Поэтому тут вот хотели, чтобы высказался Китай по поводу ввода войск для осуществления операции по нацификации. Китай говорит, мы не видим вторжения. Это не вторжение. Действительно, а какое же это вторжение? Это, так сказать, наведение порядка. Ну, кто-то должен наводить порядок. А какие у нас есть основания у России наводить порядок? Есть основания? Вообще-то есть основания. А какие могут быть? Вот для этого нужно иметь какие-то права. А насчёт, мы попадаем тогда в область прав. Но прежде, чем попадать в область прав, я сказал бы несколько слов о том, что есть область интересов. Вообще, тот же Гегель, которого мы изучаем, написал, что интересы двигают жизнью народов. Интересы. Ни начальники, ни президенты, ни цари, а интересы двигают жизнью народов. Вот эта мысль развита Марксом и Энгельсом, что главной силой исторического развития является борьба классов. Борьба классов. И вот интересы классов, их борьба составляет, собственно, основу всей истории человечества. Мы на каком этапе находимся? Мы не находимся на таком этапе, когда у нас не всеобщий капитализм, а эпоха перехода от капитализма к коммунизму. А если это эпоха перехода от капитализма к коммунизму, то здесь много очень интересного. Значит, полтора миллиарда человек живет в социалистических странах. Было больше, стало меньше. После контрреволюции в ряде стран социалистических, в Советском Союзе. Но вот при этом, тем не менее, полтора. Это для становления коммунизма нормально? Нормально. Ну, на первом месте по объему валу внутреннего продукта находится уже Китайская Народная Республика. Поэтому это, так сказать, как-то внесло такое вот неспокойство в другую часть мира. И, прежде всего, оно это беспокоит, конечно, не Россию, которая имеет, когда ей говорят, мы вам санкции применим, и вы нам это не дадите, ну, так вы не дадите, так мы получим это в Китае. А если вы не хотите покупать газ, ну, в Китае отдадим. Нет проблем, нету такого, такой ситуации закрытой. Не получается уже и не получится. Это во-первых. Во-вторых, Китай рассматривает Россию, хотя она буржуазная, не как врага, а как родину Ленина и Сталина. Поэтому вы видите, какая происходит, так сказать, встреча. Это не похоже на такую вот борьбу. Ну и что сейчас сказали китайские представители? Не видим мы тут никакого вторжения о борьбе с фашизмом во внешней политике. Безусловно, против этого Китай выступать не будет, потому что он прекрасно понимает, что это все связано с тем, что владеет таким запасом ядерного оружия Китай не владеет. Он как бы сейчас добился, что он не в счет идет. Есть приоритет между Россией и США, а Китай за пределами. Нет, нет, у нас там мало совсем, давайте вы тут договаривайтесь, а мы отдельно. Вот в этой ситуации Соединенные Штаты Америки поставили своей целью, ну то, что было поставлено давно еще, и в 2014 году уже ее осуществляли, когда привезли печеньки и увезли избранного президента. А вот после этого Майдана, где расстреляли, убивали, жгли и изгоняли имеющуюся избранную законную власть, Янукович сел на автомобиль вместе с группой, которая его охраняла и провожала, и избранный президент поехал в Донецк. А за ним гнались. А тут и наше вторжение, то есть самолеты, вертолеты прилетели из России, и законно избранного президента на вертолет и отвезли в Россию. Он в Москве безбедно живет на сегодняшний день. Этот законно избранный, так сказать, никто его не снимал. Ну а дальше уже выборами занимались, как вы понимаете, партнеры американские. А партнеры американские исходят из чьих интересов? Из интересов Украины или из интересов Соединенных Штатов Америки? Из интересов Соединенных Штатов Америки. Кто там что-то может решать теперь против интересов Соединенных Штатов Америки? Никто после этого. Поэтому поставлена задача. Поставлена задача после разрушения Советского Союза Придвинуть к границам России Необходимое количество установок Для ракет, несущих ядерное оружие Чтобы можно было в один прекрасный момент уничтожить Россию Что этому может противостоять? Говорят, вот Россия встала, выступила, проводит операцию Ну так надо подождать, чтобы здесь уже стояло это оружие Тогда его не уберешь Наступил такой момент, когда либо надо договориться о том Что вот эта территория Украины не будет источником Той территории, из которой полетят ракеты с ядерным оружием Так успел Зеленский, ну-ка, этот клоун Уже объявить, что он будет заниматься, так сказать, вооружением Своей армии атомным оружием, каким? Грязным Дескать, у нас там есть Чернобыльский ОЕС, у нас грязи много, радиоактивные И мы будем ее распылять Ну так, если что нужно после этого ждать, что можно требовать? Значит, можно было бы сказать так, дескать, вот давайте вы поддержите Луганскую и Донецкую республику Да? Это правильно Хорошо Хотя вряд ли это довольны были этому и американцы, что будут поддерживать из России Луганскую и Донецкую республику Ну вы их будете поддерживать, а с той стороны будут, так сказать, все страны НАТО поддерживают тех, кто воюет в Донецкой и Луганской республике Кто победит? Ну я думаю, всем понятно совершенно, что при таком сочетании это бесполезно поддерживать То есть, ну сколько уже людей? Вот они отстояли столько, что можно, пора их признавать А что значит признать Луганскую и Донецкую республику? Можно я скажу? Это означает признать право нации на самоопределение, вплоть до отделения И вот Владимир Владимирович вроде бы спорил там с Лениным на эту тему, но он вообще-то реализовал это, право нации на самоопределение Но он реализовал очень правильно, в том смысле, что если бы просто их признали, а после этого, после признания, пусть убивают Нет, значит, если вы их признали, так надо обеспечить существование этих республик Их можно обеспечить существование, если бы мы подошли и помогали им вооружением или еще направляли туда какие-то войска на территорию Луганской и Донецкой А с территории Украинской, всей остальной части, били бы самыми разными средствами, которые бы сейчас в изобилии Присылали из Америки, Европы, из Англии, отовсюду То есть, это, сказать, вот долго не признавали Но, с одной стороны, как всегда во всем есть положительная и отрицательная сторона Это, с одной стороны, плохо, что долго не признавали Вот, например, с Олегом Анатольевичем Мазуром от лица Рабочей партии России требовали признания Луганских и Донецких республик в 2014 году И, так сказать, послали соответствующий документ Я записал ролик, Мазур, значит, соответственно, повесил свое выступление Они у нас ресурсы сейчас вывешены Ну, и, так сказать, мы как бы недовольны были тем, что долго делают Но, с другой стороны, это же что такое признать? Это нам признать, которые ни за что не отвечают пока У нас, хоть у власти, к сожалению, нет А вот признать это значит обеспечить результат А как вы будете обеспечивать это признание, если с той стороны будут стоять те же самые войска И туда же привезут это самое ядерное оружие Чтобы не помогало России Я скажу, вы помогаете Луганску и Донецку, а мы, значит, привезем туда ядерное оружие и поставим Никто же, никакие, так сказать, разговоры такого рода Что, так сказать, давайте гарантии, что не будет там никакого этого оружия Никто и на это не идет Соединенные Штаты на это не идут А все остальные, от которых, вроде бы, формально это зависит в ЕС и так далее Это все вассалы Соединенных Штатов Америки Там никакой демократии нету Там идет совершенно однозначная диктатура Американского финансового капитала Единственная территория, освобожденная от этого финансового капитала Это вот социалистические страны Причем они освобожденные всегда каким-то военным путем Потому что, скажем, на Кубе, так сказать, есть договоренность такого рода Что то же самое наше руководство предупредило от Соединенных Штатов Америки Что мы, если что, готовы поставить на Кубу соответствующее вооружение И это было еще и при Хручеве То же самое в отношении Китая Поэтому какие тут варианты остаются? Никаких не остается вариантов Кроме того, что провести деноцификацию А что с деноцификацией? То есть выступить против американского фашизма во внешней политике Или надо ждать еще? Значит, Ливию уничтожили, Ирак уничтожили Как государство самостоятельное Потом он с которой теперь оклемался Но уже, я думаю, там не будут выступать Ну и против Ирана там уже такие были наметки Там вроде все договорились по поводу Иранских ядерных электростанций и так далее Нет, там тоже, так сказать, наводит порядок Соединенные Штаты Америки Значит, требования России здесь вполне резонные Чтобы здесь не было гарантий Дайте, что здесь не будет никакого, так сказать, ядерного оружия И сказать, что тут не будет никаких военных объектов НАТО Уберите НАТО от России Хватит нам Латвию, Литвы и Эстонии Которая тоже уже очень близко Это тоже бы Наверное, вы помните ситуацию перед войной Мы, может быть, так сказать, тоже нас обвиняли Советский Союз Когда Советский Союз это двинул себе границу туда на уровень За Литву, за Латвию, за Эстонию И, между прочим, Финляндия, которая уже тут под влиянием тех же самых Соединенных Штатов Америки Начинает поговаривать, что она, может, в НАТО войдет Но уже входила один раз, уже была война с Финляндией А что произошло, когда, исходя из права нации на самовределение, отпустили эту самую Финляндию? Другие того увидели, что случилось с Финляндией Финляндией сразу там утопили в крови Там, вон, памятники стоят погибшим Революционерам финским Они там Ленина укрывали Все там утопили в крови Поэтому мы прекрасно понимаем, что такое, так сказать, право нации на самовределение Это такое право, которое носит отрицательный характер Если я хочу с вами соединиться, то я должен признать ваше право со мной не соединяться А если у вас такого права нет, то тогда это никакой не свободный договор Поэтому Ленин приводит пример с браком То есть если вы считаете, что это брак по любви Так он брак по любви означает, что у супруги, каждый супруг может расторгнуть брак А если он не может расторгнуть брак, так это никакой не брак по любви Но есть в этом какое-то положительное содержание? Нет тут никакого положительного содержания Просто это отрицательное право, что нельзя соединяться, если у людей нет права выхода Но точно так же, как у вас, товарищ Лазовер, у вас есть право прыгнуть с пятнадцатого этажа? Есть? А у вас шестнадцатого есть? Есть? Ну вы, надеюсь, не собираетесь? Или так у нас идут занятия, что вы, наверное, после таких занятий думаете Да лучше залезу, я на какой-нибудь там донды прыгну оттуда, чем такое слушать Такие страсти То есть надо, чтобы люди в этом понимали Я вот говорил вначале об интересах Да, интересы в основе всей деятельности людей лежат Интересы, а не права А права – это орнамент, а не фундамент Например, была декларация прав человека Великую французскую буржуазную революцию В чем смысл этой декларации? Что каждый человек имеет право На что? На жизнь То есть вот Вы получили свидетельство о праве на жизнь? Нет А есть у вас право на жизнь? Ну вот, по декларации вроде есть А если нет такой декларации, что нет, что ли Еще право надо получать, оказывается, на жизнь Это вообще смешно Ну вот, право на жизнь Так Частную собственность – это понятно Так И на искание счастья Ну, есть у вас собственность большая Будете, будете эксплуататором Нет у вас большой собственности И будете рабочим работать Тоже хорошо Будете передовым классом А они вот будут отсталые капиталисты Реакционные Будут кататься на яхтах А вы можете на велосипедах и самокатах И им хорошо, и вам хорошо Вот в этом смысл этих самых прав человека И некоторые знают эти права человека А то, что была декларация Прав трудящегося эксплуатирования народа Это не знаю Я хочу доложить От имени Рабочей партии России Что на третьем съезде Советов Который состоялся в 18-м году Была принята декларация Прав трудящегося эксплуатируемого народа А смысл этой декларации Что все трудящиеся эксплуатируемые народы Вправе освободиться от эксплуатации И свободно соединяться друг с другом А как соединяться? А по этому поводу у Ленина была положительная программа Вот люди вспоминают право нации на самоопределение Которое является отрицательным правом То есть таким правом Которым можно пользоваться тогда, когда не в моготу Когда уже никакого союза не может быть А вот эти права Какие права предполагалось у трудящихся? Создать мировую советскую республику Как союз советских республик трудящихся всех стран И эта тема остается Она с поездки дня не снимается Это положительная программа Не отрицательная Ничего я не могу откуда-то выйти А надо соединиться не о том откуда убежать А куда прибежать Вот позитивная программа советская Это мало кто знает Хотя наберите Третий съезд советов в интернете И сразу выйдет Никакого секрета нет Сейчас очень легко Набрать и посмотреть И убедиться в этом Значит, вывод какой получается у нас? У нас получается такой вывод, что Либо И это вполне, так сказать, разумные требования Руководства России Либо вы откажетесь от того, чтобы сюда придвигать Ракеты с ядерными боеголовками Или с возможностью установить на них Которую в момент там можно установить И полетели Либо тогда мы сами будем защищать свою безопасность Почему? Потому что право на жизнь Право на жизнь Проглашены в декларации прав человека Гражданина Буржуазной Потому что мы хотим пользоваться правом на жизнь И мы не дураки и понимаем Что если мы этим сейчас не сделаем То потом будет поздно Потому что на самом деле У нас это право на жизнь Стали отнимать с 2014 года С 2014 года Там уничтожили демократию На Украине Так Преследовали законно избранного президента Мы его спасли Янукович У нас он живет Мы можем Наверное его там кормят Поют Пенсию положили Как президенту Бывшего президента Украины А эти приходят Это не президенты Это вассалы Соединенных Штатов Америки Гауляйтеры И эти гауляйтеры Уполняют то Что им скажут Никакой самостоятельности У руководства Украины нет Это все прекрасно знают Это знает и Украина Это знает и Англия Потому что и у Англии нет И у Германии нет Сказали В Соединенных Штатах Америки Что не будет у вас потока Северного потока Значит не будет И все Они сказали Ну тогда может будет И не рассказывайте нам Про эти сказки Про то что Выгодность Невыгодность Выгодность Смеряется сначала Американская По этой мерке Все должны ходить И по этой мерке Все должны носить Поэтому Как можно отнестись Вот как можно Оценить ситуацию Идет борьба С американским фашизмом Во внешней политике На какой стадии Находится эта борьба Борьба на такой стадии Что если вот здесь Этот предел не поставить Не осуществить Деноцификацию Украины То есть Освободить ее От влияния Американского фашизма Чтобы нельзя было Поставить сюда Ракеты Которые могут Долететь через пять минут До Москвы Ну а до Ленинграда Соответственно еще быстрее Вот если этого не сделать То тогда Вопрос о том Когда это сделать Или когда это начать Остается за кем тогда У Соединенных Штатов Америки Ключ к существованию Этой части мира И я думаю Что несмотря на Буржуазный характер Нашего государства И несмотря на то Что это Вовсе не Государство Трудящихся Но какой-то Здравый Ум есть у руководителей Они понимают Что в этом Пламени Ядерной войны Сгорят Ну как сгорели Многие японцы Безо всякой нужды Зачем две бросили туда Ядерные бомбы Которые уничтожили Столько мирных жителей Кто это столько Так вот бросил бомбы Чтобы она просто уничтожала Мирных жителей Кто это еще сделал А кто во Вьетнаме Воевал там И отрезали головы Вьетнамцам Чего забыли там Во Вьетнаме Какое отношение Вьетнам имеет Вот там Америка Вот тут Вьетнам Он в Азии Страшная была война И между прочим Тогда когда была война В Вьетнаме Вот наши товарищи А у нас уже было Не очень так сказать Хорошо С нашим руководством И тем не менее Все таки тогда Наши товарищи Ездили туда И туда Были отправлены В Вьетные комплексы И когда приехали они Вот мой коллега Когда я был в аспирантуре Михаил Ширяев Был вот на этом самом комплексе Он рассказывал там Прилетели Приехали мы туда Там тучами летают Американские самолеты А мы как выпустим ракету Раз пять самолетов И падает А они думают Что нам по уставу Надо теперь вторую выпустить И после этого Мы не можем выпускать У нас ничего нет И тогда они налетают И бомбят А мы Несмотря на что в уставе Так написано Мы тут же Перезаряжаем Вторую выпускаем Те думают Ну теперь все Можно налетать Опять вылетает Опять пять самолетов Но зато потом Ночью двадцать километров По джунглям По джунглям Куда-нибудь Уйти подальше Для того Чтобы Спастись От того Что проходило На следующий день На следующий день Там тучами просто Бомбили Самолеты Ну там никого уже не было Бомбите пожалуйста Что там творили Отравляющими веществами Сыпали Все тихо спокойно Как ни в чем Тем более Эта самая Америка Нигде ничего никогда не выиграла Никогда Самостоятельно Нигде Ну кроме Победы Над Мексикой Вот она рядом Там да Ей удалось Поэтому никакого Так сказать Тут другого выхода нет Ну Если вы Так сказать Государственные Так сказать Люди Так сказать Заботятся О своей жизни Тем более что Как вы понимаете Убивать будут Прежде всего Руководителей Государства А потом уже Жителей На это будет Больше всего Нацелено Поэтому Сколько раз Уже были Всякие предложения Давайте Скажите что Вы не будете Ставить ракету Ну скажите что Вы не будете И скажите что Не позволите Нет Мы в НАТО Хотим включить Но в НАТО мы понимаем Кто командует НАТО И в ЕС мы понимаем Кто командует Поэтому Никакого другого варианта Здесь не может быть Поэтому Понятно что Всякое Всякого рода Военные действия Это проблема Ну вот сколько уже Военные действия Идут в Сирии А если бы не было Там этих военных действий В Сирии Что было бы А закрыли бы для нас Выход В Средиземное море Там сейчас Есть база На берегу Средиземного моря Которая позволяет Нам Существовать Как у Великой Морской Бержавии А так раз Все закрыли в Черном море И будьте добры И тут уже говорят Давайте перекроем Вот Тот канал Который соединяет Черное море Со Средиземным То есть В таких вопросах Как говорится Нужно сделать Да да Нужно делать вовремя Потому что иначе Будет поздно Проверено Никто не хочет Никто Самые мирные люди С ними мы же говорим Они Ну что с ними разговаривать Все равно что Или поговорить с финнами Там с норвежцами С поляками С эстонцами С латвицами Они решают Они ничего не решают Они ничего не решают А Соединенные Штаты Америки Этого не дают Значит не дают Значит Россия Должна подумать о себе Как страна Которая Не хочет оказаться Жертвой фашизма Мы уже были уже Под иглом фашизма Были И больше Значительная часть Нашей территории Нашего населения И потеряли больше всего Двадцать семь миллионов Вот это Является основанием Для того чтобы мы К этим вещам Относились очень серьезно У того же Путина Вот здесь на пятачке Невском Погиб его отец Сражался Не погиб А сражался на пятачке А там страшная была Битва И потеряли мы Больше всех Поэтому Как говорится Откуда у нас право На то что так поступать Да потому что мы уже Имеем большой исторический опыт И даже цари говорили Кто есть у России Какие союзники Армия и флот Два союзника Какие нам Кто нам тогда поможет Ну сейчас вот Ну надеемся Что может И Китай поможет По крайней мере По крайней мере Он не мешает И я думаю Что никакой Такой опасности В плане того что нам Негде брать Так сказать Какие-то Промышленные Разработки И некуда Отправлять сырье Имея В виду Государство Миллиард Четыреста Миллионов человек Которые у нас Прекрасные отношения И будут И которые понимают Что такое Россия Все равно Это то что Россия Есть преемница Советского Союза Никуда Не девается И это так сказать Все равно остается Мы как диалектики Понимаем Что это все равно То что и было исторически И это невозможно Истребить То есть у нас самый богатый опыт В том числе Этот опыт нам Позволяет делать И некоторые Очень резкие ходы Однозначные Потому что мы знаем Что бывает Если Не Сделаешь вовремя Это дело Вот отсюда Вытекает Что действие По Де Нацификации То есть действие По борьбе с Американским фасизмом Во внешней политике Скажем Рабочая партия России Поддерживает Кто бы их не совершал А те люди Которые Хотят Так сказать Выступают против этого Они способствуют Содействуют Американскому фашизму Во внешней политике Сколько бы их не было Потому что есть Вопрос об истине И этот вопрос об истине Выше чем количество Дураков всегда Очень много А умных мало Ну вот это я хотел Доложить В том числе Вполне официально Мы отдельно этот вопрос Не обсуждали Вот сейчас Потому что у нас давно Выработана эта позиция И давно высказана Публично И у нас много критиковали А что это вот вы выступаете Дескать Все империалисты Ну это только дураки Думают Что все империалисты Империалисты у нас сейчас Один в мире А все остальные Вассалы этого Самого империалиста Ничего не может Германия При всем своем Потенциале Экономическом сделать Если им не разрешит Соединенные Штаты Америки И Англия Ничего не может Скажут ей Делать то И будет делать Значит Да И запретят Спасибо за внимание Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok